Здравствуйте! Спасибо, что зашли в гости на мой канал. Сегодня готовим красный бархат и начинаем мыть яйца. У меня здесь 3 яйца. Немножко взбалтываем венчиком. Всыпаем 120 грамм сахара. Взбиваем венчиком. Вливаем 60 грамм молока комнатной температуры. 45 грамм масла подсолнечного, без запаха. Взбиваем все венчиком. Щепотку соли обязательно. Теперь берем муку с какао, просеиваем прямо сюда. Добавляем разрыхлитель. Точный рецепт будет под видео. Хорошо перемешиваем масло, чтобы не было комочков. Теперь сюда капаем пищевой краситель. У меня Мориколор. Вот такой цвет. Называется Бургунд. Посмотрим, какой цвет получится. Должен получится темная вишня. Приблизительно такой цвет должен получиться. Еще добавляем. Духовка уже нагревается. 160 градусов. Так, ну темная вишня, скорее всего, не получится. Еще чуть-чуть добавлю. Посмотрим, что из этого выйдет. Какой цвет получится. Мне само интересно. Бургунд я еще не добавляла. Ну, в принципе, все. Хорошо вымешиваем, чтобы полностью растворился наш краситель. Краситель пищевой, безвредный, съедобный. Все. Берем форму. Все. Я буду в такой форме, в прямоугольной выпекать. Протвенек маленький. Бумага. Выливаем. Делаем одним коржом. Потом будем разрезать. Все. Тесто разровняли. Несколько раз стукнули под носиком об стол. Я при вас стучать не буду, потому что это очень громко. Все. И отправляем в разогретую духовку. Время я вам точно напишу. У меня здесь толщина небольшая, поэтому я думаю, это будет очень быстро. Проверяем деревянной палочкой. Так, пока у нас там печется корж, сделаем крем. Здесь у меня сыр рикотта. У него нейтральный вкус, он очень мягкий. Выкладываем в посуду, в которой будем взбивать крем. Добавляем. Добавляем сахарную пудру. Пробиваем немножко. Долго не пробиваем. Просто смешиваем сахарную пудру с сыром. Теперь наливаем сюда сливки. Так, забывается их включить. Сейчас. Сливки жирные. У меня жирность 33%. И взбиваем дальше миксером. Взбиваем сначала на малых оборотах, потом постепенно добавляем. Нам нужно добиться такой консистенции, как густая сметана. Взбиваем дальше. Вот такая вот, смотрите, густая густая сметана. То есть, крем на венчиках держится. Видите? Все. Крем наш готов. Ставим его пока в холодильник. Все. Наш корж готов. Мы его вынимаем отсюда. Переворачиваем. Накрываем еще один листом. И переворачиваем вверх дном. И ждем, когда полностью остынет. Все. Корж наш остыл. Я его разрезала на 4 тоненьких коржика. Теперь будем смазывать каждый кремом. И собирать тортик. Достали с холодильника крем. Теперь его вот так визуально делим на 4 части. На 4 коржа наших. И начинаем собирать наш тортик. Так. Начинаем с нижнего. Это самый нижний получается. Крем не жалеем. Смазываем. Собираем все коржи. Все. Торт собрали. У нас еще остались обрезки. Выравнивали корж. Сейчас я измельчу это в блендере. И еще посыпем крошкой. Так. Вот. Крошку измельчили в блендере. И посыпаем наш тортик. С боков. Сверху. Посыпаем. Все. Наш тортик готов. Сейчас будем разрезать его. Ну, конечно, его нужно дать ему выстояться. Но будем пробовать. Вот. Смотрите. Какие тоненькие коржи у нас получаются. Ну, хотя бы час постоять. Ну. Он не сухой. Совершенно. Пробуем. Ммм. 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 В меру сладкий. Не очень приторный. Ммм. Ммм. Чудесный тортик. Приготовьте. Если вам понравился рецепт. Сложного ничего нету. Можно, если нет красителя пищевого, сделать просто на какао. Или светлый. Не важно. Сделать темно-коричневые коржи и белый крем. Все. Всем спасибо за просмотр. Готовьте. Пробуйте. Как всегда, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Всем до встречи. Всем пока.